В чем заключается вопрос? Когда мы говорим, в принципе, о кризисных явлениях, то в этом случае мы говорим о том, что в чем заключается опасность кризиса, что активы, которыми владеет человек, они начинают терять в цене, они начинают стоить дешево. Кому стоит бояться кризиса? Кризиса стоит бояться тем, у кого есть реальные активы, у кого есть недвижимость, у кого есть бизнес, кто уже инвестирует в акции, кто уже имеет депозиты какие-то, то есть им есть что терять. То есть в кризис цены на активы падают, соответственно, если происходит кризис, то в этом случае у тебя должны быть механизмы защиты от падения. Когда мы говорим о проекте миллион долларов за 8 долларов в день, это сама по себе программа, она не рассчитана на управление капиталом, это как программа создания капитала. И мы тоже уже об этом говорили, это разные вещи, разные цели, разные задачи и, соответственно, инструментарий совершенно другой под это подбирается. И поэтому у меня вообще, я в данном проекте, потому что он в принципе создан для моих детей, для троих, я наоборот этого кризиса жду, потому что я здесь нахожусь на этапе формирования капитала. Небольшими суммами я регулярно покупаю. Если у меня будет даже продолжительный период, то есть обычно рынок растет две трети времени и одну треть времени находится в нисходящем движении. Если мы понимаем, что сейчас заканчивается долгосрочная фаза кредитного цикла, то мы можем в принципе на протяжении следующих 5-6 лет в принципе оказаться в фазе постоянно падающих цен на активы. И у меня получается более 50% средств в рамках данной программы для моих детей будут проинвестированы в фазу падения. Причем эта фаза она бывает раз в 100 лет. То есть этой возможности не будет уже ни у моих детей, ни у моих внуков. Эта возможность есть только у меня и только я сейчас могу о них подумать с тем, чтобы использовать. А так как программа предполагает регулярные постоянные докупки, то в этом случае получается я нивелирую риски, потому что я буду покупать упавшие активы по низкой цене. То, что уже куплено, я в ближайшее время провожу вебинар, как раз таки расскажу, как работает система, покажу промежуточные результаты. То есть у нас сейчас с начала года доходность 17%. Сказать, что это много, ну наверное, это не так много, но опять-таки сравнивая с банковским депозитом и инфляцией в России, это хорошая норма прибыли. Это с учетом того, что у нас был кризис, то, что активы падали в цене, то, что российский фондовый рынок даже еще на половину, ну там половину конечно падения он восстановил, но с начала года он по-прежнему находится в минусе. Здесь, соответственно, доходность 17,5% в плюс, потому что опять-таки в портфеле присутствуют страховочные бумаги, то есть еще летом прошлого года я добавлял в портфель золото. Сейчас я покупаю компании, которые позволяют стабилизировать портфель в условиях риска, связанного с тем, что доллар может серьезно вырасти. Это тоже, наверное, тема для отдельного разговора, что доллар может вырасти, но вот сейчас, именно в настоящий момент, на протяжении последних двух-трех месяцев покупаются активы, которые позволят заработать больше, чем девальвируется рубль. То есть если доллар вырастет, соответственно, я покупаю активы, которые позволят мне на этом заработать, но не мне, а моим детям на этом заработать. И вот об этом, соответственно, об этой системе, как она устроена, как она работает, какие результаты. Соответственно, в ближайшее время будет вебинар, я думаю, что если кому интересно, могут присоединиться, принять участие, это абсолютно бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова